добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом евангелие от луки 11 глава 13 стих иисус учит нас о том что мы должны быть детьми божьими крещение в духе святом оно приготовлено только лишь для детей божьих евангелие от иоанна иисус учит второму аспекту вернее тому же самому но он говорит немного о другом смотрите 7 глава 38 39 стих то верует в меня у того как сказано в писании с чего потекут реки воды живой сия сказала на духе которого имели принять верующие в него ибо еще не было на них духа святого потому что иисус еще не был прославлен смотрите в этом отрывке иисус говорит о некоторых очень важных предшествующих условиях крещения в духе святом первое мы должны поверить ему мы должны доверить ему свою жизнь мы должны родиться свыше мы должны посвятить ему свою жизнь и только тогда крещение в духе святом будет возможно второе он говорит о том и я об этом уже говорил что сначала он должен быть прославлен сначала он должен быть вознесен на небеса и так в этом отрывке иисус говорит о том что мы с вами должны уверовать в него и он должен быть вознесенным на небеса иисус учит нас о том что крещение в духе святом оно принадлежит исключительно рожденным свыше крестьян